Байбриз, Кайтек, Гамблер. Друзья, кто-то скажет, что канал каталог воблеров превратился в канал каталог джига. В этом году отчасти где-то так и есть. Ввиду спортивных задач, которые нужно выполнять, ввиду некоторых других моментов, но в этом году приходится гонять джиг чаще. Но и воблеры будут, и обзоры на воблеры, и рыбалки с воблерами чуть позже, в достаточном количестве. Так что не переживайте. Всем привет, друзья. Всех приветствую на канале каталог воблеров. Часто приходится рыбачить на джиг в этом году. Появляется много информации, много какой-то новой информации и каких-то мелких полезностей, о которых, я думал, знают все джигиты. Но, как оказалось, именно о этой мелочи не знает практически никто из джигитов. Да и сам я никогда не встречался с ней, потому что она просто-напросто не продается в рыболовных магазинах. Итак, если вы сталкивались с проблемой качественного, быстрого, удобного ремонта резины, даже той резины, в которой там были соли типа K-TEC, сегодня ваши руки будут развязаны, стоимость решения измерима, со стоимостью пачки хорошего силикона. Вот такой замечательный паяльник мне прислал мой зритель из города Орел, Карпов Игорь. За что большое и огромное просто спасибо Игорь, я уже весь силикон восстановил. Сейчас покажу. Соль, не соль, все очень быстро пропавляется изнутри, разорванные головы у силикона, когда на сети используете, лечится и очень качественно. Так, есть несколько видов этих паяльников, они продаются в магазинах строительных, тех, которые поближе к вам, чтобы соли может кому-то там долго ждать, не заказывать. Магазина, где торгуют электроникой, где торгуют китайскими товарами. Есть они разные, я две ссылочки оставлю в описании, я отобрал лучших продавцов. Кстати, отбирал, еще раз прорекламирую, этого помощника, за которого неоднократно я получал благодарности в комментариях от зрителей. Это Али Радар. Ссылка в описании. Скачали, установили расширение для вашего браузера, залогинились и получаете замечательного помощника, с помощью которого можно отследить динамику изменения цены, можно отследить цены на такой же товар у других продавцов, можно отследить добропорядочность продавца, период его работы на Алиэкспресс, насколько он быстро, либо не быстро отвечает. Можно отслеживать посылки. В общем, очень классный помощник Али Радар. Сам пользуюсь, вот отбираю и для вас ссылки и всем вам советую. Есть два типа паяльников, один стоит как две пачки хорошего силикона, этот стоит вообще как одна пачка хорошего силикона. Ссылки в описании, там смотрите, что кому ближе. Работает очень просто, три батарейки, абсолютно автономные. Я уже перепаял весь силикон, который был у меня разбит, его было приличное количество. Нагревается очень быстро для... Засекли это 2-3 секунды уже. Для нагрева до рабочей температуры нужно примерно секунд 10, может быть 12, в зависимости от состояния батареек. Эти вот все уже, начал, видите, силикон плавится, дымит. Эти батарейки у меня уже отработали весь мой силикон. Я так думаю, что одного набора батареек должно хватить чуть ли не на сезон рыбалки. Но это мы уже, скажем, точно осенью. Все зависит от активности. Давайте посмотрим самое наглядное. Сейчас возьму какую-то силиконину. Итак, взяли Изика, Кайтек, как самый вредный пример. Вот мы посадили его, допустим, на обсетный крючок. Поклевка щуки. Мягкий, видите, по деформации не очень значительное усилие. Он рвется, но ловит он отлично. Особенно в цвете гринпупкина. Так. Нормально так прогреваем паяльничек, чтобы сразу он хорошенечко проплавил наш силикончик. Наплавили там силикончик. Так, чик-чик-чик-чик-чик. Хоп. И все. Наш ремонт закончен. Подождали, пока остынет. Буквально 2 секунды. И этого абсолютно достаточно для дальнейшей эксплуатации резины. И самое главное, нет никакого перегара. Силикон не горит, как в случае ремонта зажигалкой. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Практически показатели нового силикона. Вот такие, друзья, дела. Кай-Тек, друзья. Самое высокое содержание солей из всего силикона, которым я пользовался. Самый вредный он к ремонту. Как вы видите, ремонтируется просто без проблем. Силикон не нажива, здорово, отправляется на следующую рыбалку. И я надеюсь, поймает свою большую щуку. Вот такая замечательная штука. Без отбойки капориса я не езжу ни на одну твичинговую рыбалку. Без этого автономного паяльника теперь не поеду ни на одну джиговую рыбалку. Тем, кто уже попробовал, поделитесь своим мнением в комментариях. Буду очень благодарен. Всем большое спасибо за внимание. Всем большое спасибо за просмотр. Всем не хвостами чешуи. И до скорых встреч.